Всем привет, с вами Прия. В недавнем обновлении Альфы Shadowlands сделали небольшое нововведение касательно прокачки персонажей. Теперь оно станет чуточку стабильнее, чуточку быстрее и очень много интересных факторов связано с этим. То есть, получается, как было раньше на Альфе Shadowlands, то что если у вас есть персонаж максимального уровня, то в тот момент, когда вы создаете альтернативного персонажа, какого-нибудь там второго-третьего, то в этот момент вы уже можете выбрать прокачку касательно какого-либо континента. То есть, появлялось просто окошечко, вы выбирали квестик и ничего как бы не было такого интересного и классного. Но в текущий момент, если у вас есть персонаж десятого левела, например, ну монах у меня одиннадцатого, каким-то загадочным образом стал, в итоге вы приходите в Штормград или Аргримар, находите Хроми, говорите с ней, и она уже дает вам первый квест в какую-либо определенную локацию. Ясное дело, в текущий момент иконки немножко перепутаны. Ну, например, какая иконка Пандорена в Дреноре, что это за смех вообще? И какие орки в расколотых островах? Само собой это все поправят и будет все работать, будет все, в принципе, красиво выглядеть. Также при нажатии любой вкладки, в которую мы хотим отправиться, имеется небольшое описание. Также имеется значок песочных часов. То есть, довольно-таки это все красиво сделано и реализовано. Ну, например, мы хотим пойти в Пандарию, да? Окейушки. Пойдем в Пандарию. Выбираем. И нас затягивает во временную рамку Пандарии, скажем так. Дается самый первый квест. И мы начинаем этот квест-лайн, скажем так. И при этом еще Хроми немножко отшучивается в чатике. Только ни в коем случае не вставай между Пандареном и его Хмелем. Не то тебе, как достанется. Это, кстати, хороший совет довольно-таки. Вот в тот момент, когда Пандария была актуальна, такого совета никто не давал. А жаль. Это классно, на самом-то деле. Сможно, как вариант, выбрать и другую ветку развития. Ну, к примеру, Дренор. Мой любимый выберем. И нам дается квест на Дренор. Ну, и тоже она отшучивается немножко. Если страшный орк предложит тебе что-то выпить, лучше откажись. Но это намек на Гул'дана. То, что он хотел всех осквернить кровью Монорота. По-моему, да, по лору это так все идет. Я не особо силен в этом, но все же. Вот это вот все, касательно выбора квестов, называется время Хроми. Вот так вот. Логический итог таков. То, что мы подходим к Хроме, выбираем квестики, которые нам нужны, делаем их. Ну, и таким образом открываем себе старые континенты. Прокачиваемся в них и радуемся жизни. Так что, как-то так. Посмотрим, какое дальнейшее развитие на Альфе будет касательно прокачки твинков. Потому что в текущий момент на них делается очень большой упор. То есть, реально слишком сильно хотят разработчики сделать то, чтобы люди тратили не очень много времени на прокачку каких-либо персонажей. Если раньше мы тратили там количество часов 10, 20, 30, то есть было двузначное число, то теперь с целью того, чтобы прокачаться, ну там, с 10 по 50 требуется 3-5 часов. Все зависит от класса, от наличия наследуемого шмота, ну и от усидчивости, скажем так. Думаю, мысль на этом можно закончить. Монолог свой тем более. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.